Друзья, всем салют! Как видите, я уже на выставке, она открылась, аквариумов много, поэтому чай-печеньки уже запасайтесь. И сейчас буду показывать вам, все не спеша, потихонечку. Ну что, ребятки, вот начнем с золотых. Посмотрите, какие они громаднейшие золотые рыбки. Написано, чьи они. Рядышком корики, посмотрите, какие тайны корики. Отсюда, наверное, лучше. Круто. А рядышком. Посмотрите, какие палитеросы. Красавцы. Ну это уже для большого объема. Такие ребята. Это все тоже Александра. Я думаю, многие его знают. О, красные прекрасные. Реально прикольно. Пицциллия. Возможно, конечно, меня в некоторых местах будет плохо слышно, но это, ребят, из-за маски. Рядышком, посмотрите. Ух, вся интересная рыбка. Это у нас, смотрите, чья. Круто. Ну и тут у нас гавайская красотуля. Аквариумы просто смотрелись, да, когда были пустые. Как они уже красиво смотрятся с рыбками. Вот так вот, наверное, лучше всего видно, когда они более к грунту переплывают, так как фон черный и не сливается с черным. Ох, вообще. Огонь. Просто круто. Но опять же, все вживую намного-намного лучше. Если бы они сюда переместились к низу, это было бы вообще круто. Ну и вот координаты. Это у нас коридоросы Игоря. Ну, они тут, конечно, попрятались. Жалко. Ну, немножечко пытаюсь их тут приблизить, улучшить. Вот они рядом. Кто у нас рядом? Ой, какая пиццелия. Такседа, тукседа их по-разному обзывают. Круто. Ох, червона пиццелия. Ну, это по-русски, если красная, пиццелия. Ну, она действительно красная, можно сказать. Ну, на черном фоне, да? Вообще. Огонь. Огонь. Это у нас, я думаю, многим известный человек, караванский Юрий. Как-нибудь еще с ним запишем видео, он вам расскажет много-много чего интересного. У меня, кстати, на канале есть также видео с ним. Очень грамотный, толковый человек в этом деле. Растения еще пока не распрямились. Вот они. Это тоже тетра. Это тетра-монетка. А это тетра-дисковидная. Она там прячется, вот с этой стороны. Вот она, вот она. Прям. Ну, и камень-то классно смотрится. А это у нас Михаила Гусева Юлидахромисы для поклонников цихлит. Как видите, тут на выставке много представлено разных рыб, причем и гуппи, и харацинки, и золотые цихлитки. Скалярия. Но вот скалярию, ребят, я вам не могу сейчас показать. Она на черном фоне реально сливается. Красотуля. Вот она тут прячется. Вот одна и вторая. Ну, все бликуют. Один из организаторов, Владимир. И посмотрите, какая интересная рыба. Кустики. Хорошо смотрятся. Люди приходят, уходят. Все туда-сюда ходят. А рядышком. Кепик, вот он. С черным неоном. Многие хотели увидеть черного неона. Вот он. Я вот не знаю, как приловчиться снимать в таких условиях рыбку, но она реально классная. Черный неон вживую смотрится просто бомбастик. Тут вообще по хорошим делам, ребят, надо возле каждого аквариума сразу стоять. Со штатива снимать каждую рыбку, потому что это очень-очень сложно все это показать. Тут у нас по соседству есть пиццелия гавайская. И кто тут? И дизайн. Черепахин Дмитрий Гавайи. Ух ты. Посмотрите, какие королевские тетры. Дизайн и коряга, и быстрорастущие растения. Какие-то никакие кустики. Вибрации все обликуют. Ну вот мы плавно перешли в повороту. Пиццелабриконы у нас прячутся за коряшкой. Все лучше. Ох, это барбасы. Барбасы у нас. Посмотрите. Прячутся. Ну боятся. Реально боятся. Бульбашки сбивает фокус. Ну, мы стараемся сделать лучшее. Я думаю, что многие их видели вживую. А это у нас брокесы. Вот они тут спрятались. Грунт у нас сверленький. Их хорошо видно. Вот он. Вот я его поймал. Одного. И вот второй. Красавца. Ого. Даже решил поплавать. Показать, как он выглядит. А вот тут у нас бедоция. Бедоция мадагаскарская. Интересно. Впервые вижу такую вживую. Интересное поведение. Надо за нее почитать и узнать. Тут у нас прям посмотрите, сколько всего. Так, червона. Это у нас красная, чтобы вы понимали. Червоная, видите. Такси, да. И черная, ну, я думаю, черная все понимают. Это для тех, кто не владеет украинским языком, украинским, то я вам вот подсказываю. Сейчас вот обратите внимание на верхний плавник. Такой. Прям такой парус расправляется. Вот я вам там привет передаю. Вот видите, машу вместе в отражении. Такие красивые. О, ну, тут у нас прям всех много-много. Сразу парни позируют. Одно удовольствие наблюдать за ними. Красота, да? Еще раз для тех, кому это заинтересовало. Здесь все. И вот коридорос пигмей. Это маленькие такие вот ребята. Они совсем-совсем крохотные. Это для наноаквариумов самое оно. Если у вас какой-то креветочник. Либо просто маленький объем аквариума. Вот как здесь 30 литров. Вам этих соников хватит с головой. Так они реально крутые. У меня они есть. Вообще, не на радость ими. Давайте посмотрим, что здесь. Вот они. Ну, опять же, учтите, что вся рыбка, она приехала после дороги. Когда она будет в аквариуме, в том, в котором на постоянной основе она будет содержаться. Там, конечно, рыбка будет выглядеть намного ярче, лучше. Это лазеры. Грин лазер Перу. Пытаюсь вам как-то их показать. Но я думаю, вы улавливаете, насколько они яркие. И почему они называются лазерами. Будет в каком-то травнике. Там, где лампы такие хорошие, красивые. Вообще, будет бомбастик. Пиццелья. Вариант Тос Санкция. Это у нас... Где она тут прячется? Вот она. Вот она. Так, тут у нас гупи Ассорти, меченосец Куи, коридорос Штерба. Ну, давайте теперь смотреть, кто же из них кто и где. Ну, уже, я думаю, все догадались, поняли. Какой красавчик. Гупики Ассорти. Так у нас корики. Ред лазер. Или Ред Невон. Кто-то из них, братцы. Вот здесь кто-то из них. Ну, тоже красавцы, но они сейчас не двигаются. Но, тем не менее, ребят, они реально красавцы. Такие спокойные. Осматриваются шеуги. Происходит меченосец Сексуи. Я что-то не припомню, чтобы я такого видел, как где-то. Ну, реально круто смотрятся. Метинисы. Не маленькие. Ну, это все Сашины. Рядышком Тетра Доны еще сидят. Это те, которые прикольные ребята. Сейчас у них сильная рация сбивает фокус. Но, тоже классно. Давайте сейчас попробуем отсюда. Один стол мы уже пошли. Сейчас переходим к гому. Видите, сколько еще вам предстоит посмотреть. Так что, еще есть от чего кайфануть. А это, ребятушки, у нас дискуссы, которых называют короли аквариума. Да, да, да. Я думаю, знаете, парня такого, да? И вот, посмотрите, что он сделал. Замырлый вулкан. Как он, а? Рыбасики. Вот они, вот они. Тут чисто композиция из искусственных декораций. Все искусственное. Ну, камень, конечно, настоящий. Ну, все они отвлекают, отвлекают. Давайте все-таки возвращаться к гупикам. Кто у нас здесь? Ну, смотрите, нет фильтрации. Но в то же время, посмотрите, как классно себя чувствует. Вот тут как раз и растения, и рыбки, видите, как живут в гармонии. Давайте я вам покажу чьи-то. Вот они. Это наших гостей из Киева. Вот они привезли своих рыбок. Я еще в начале, когда был, когда подготовка шла, вот я их увидел. Мне о них тут вкратце чуть-чуть рассказали. Но я думаю, когда-то мы остановимся на них и все-все подробно расскажу и покажу, так как поеду еще, скорее всего, в гости к этому человеку. Он уже в другом городе. И он уже покажет их в самом лучшем виде. Сейчас некоторые прячутся здесь. Браголисник им дает убежище. Гупик темная голубка. Гупик фиолет. Какой хвост шикарный. Вот он еще. Переходим к соседнему. Вот у нас сразу название. И вот они. Вот-вот-вот. Тихо, спокойно здесь. Миротворение. Самочка. Видите, какая она полностью желтенькая, светленькая. Парниша тут уже немного другой. Я даже не знаю, это у них парой считается или нет. Не совсем понял, почему здесь выключены фильтры. Что здесь, что здесь. Что-то не работает они. У нас сейчас будет поинтересоваться. Тут прям целый ряд гупиков. Тоже самочка. Светленькая, голубенькая даже. Я так сказал, с желтизной. А видите, самцы. Красный металл. Краснохвостый. Такие хвостяки. Посмотрите, что реально они просто утягивают рыбку. очень большие. Я не знаю, как они плавают. Как они догоняют самку. Они по-любому подрезают. Такой шикарный хвост. И идет под скальпель. Ну, думаю, они сами не могут догнать. Это у нас кто-то это, наверное, зеленые чили. А это желто-зеленые. Либо наоборот. Я могу путать. Потому что стоит между табличками. Кто из них, кто. Вы можете писать, поправить. А вот поменьше, а вот побольше. Вот они. Желтое платина. Вот я думаю, что-то знакомое. Желтое платина. Это таких вот, как я Аленке привез. Похоже. У моих, конечно, чуть-чуть самцы отличались. Прям пара. Ну, просто шикарная. Что самец, что самка. Обычно самки, конечно, такие. Похуже, но тут совсем другое дело. Это Тарасова в пельверках Ромесе. Даже сделали домик. На прошлой выставке тогда вообще у них малек появился за время выставки. Я не знаю, какова судьба дальше была, но малек был, возможно, даже и вырос. Рядышком у нас раки. Какой кабан сидит в таком объеме. Тоже ему типа домика там сделали. Этот парень больше самого домика. Клещник эти мощи. Рядышком вот он. Рак, который залез на фильтр. Пытается позировать или спрятаться наоборот. Никуда он от нас не денется. Мы его в любом случае покажем. Вот он сидит. Тут у нас наверное специально для питания посадили второго. Ну, либо объем маленький они немножко подрались. немножко так лишая жизни кого-то. Ну, это еще по-моему больше у него клешни. Ого-го. Какая мощь зазубрина. Он прям на меня ползет, хочет показать себя во всей красе. Либо показать, кто в доме хозяин. Сейчас наверное одного забил и хочет мне рассказать какой он четкий пацан. потихонечку народ меняется, меняется. Человек отсидит. У нас тут макробрахиум где-то спрятался. Но я уже нашел, но не могу показать вам. Вот здесь за роголистником он там припрятался, сидит. Так может его там силуэт видно вот четко здесь сидит. Если внимательно присмотреться, там конечно можно разглядеть. Но это поярче, всех виднее. Креветка микс некоридина. Немножко растений, мха креветок. И посмотрите, какая красотень. Не окоридина. Ооо. Ну это вообще отдельное что-то. Это мои любимые щучки. В чем прекрасная особенность, что они могут икру свою откладывать, а потом через время вы ее можете в водичку положить и вылупятся мальки. Со многими рыбками такое не проходит. Вот только у них такая особенность. Живут они правда некоторые виды меньше. у них там разнообразие цветов, красок, форм. Довольствуются вообще самым-самым минимумом. Им и воды много не надо. Они в природе живут в лужах. показывают тоней тот уже в пакетах. Фундула панфакси. Вот я поначалу путал фундула панфакси с афисимеонами. Мне казалось, что это одно и то же, но это разное. Афисимеоны они, конечно, поменьше. Фундула панфакси они более-таки понаглее и побольше в размерах. Красивая рыбка. А вот самочка плывет. Самец там где-то толсуется. Те, кто не смотрел, они знали о щучках. Я советую посмотреть хоть раз в их сторону. Возможно, вас зацепят именно то, как они живут, чем довольствуются. Это белый флоридский рад. Кусами шейлит, клешнями шейлит. Маленькие тетрадончики. Посмотрите, куманное. Это те, которые улиток щелкают на раз. Да вообще они такие забавные за ними посмотреть на удовольствие. Маленькие, маленькие. Кто его представляет? Вот он хвостик у него красненький. Не прячется умотно. Если у вас проблемы с улитками, эти ребята решают эти проблемы с чрезмерным количеством. Пощелкают их с удовольствием. Я думаю, многие видели, как это все происходит. Боелка какая-то. Какая рыбка. Плавно подошли к петушкам. Посмотрите, какие у него плавнички. Ох, вот он. Смотрите, распрямляет красавчик. Застыл, замер. Смотрите, распрямляет. Заглядение. Это Анатолия. Самяра. Я думаю, многие его видели не в таком размере маленьком, но и увидели ого, здорово. Я смотрю, Александр много чего представил. Ушки какие. Ушки, ушки. Ух ты. Конечно, не лапы, но такие отростки. Возможно, когда-то они еще передвигались по земле. Тоже распрямляет. Застыл, позирует. Силозамер, теперь начинает двигаться. Пивники. Это, ребята, у нас по-нашему. Это петушки. Ну, я думаю, вы уже догадались. Я никого не наблюдаю. Возможно, кто-то есть, но я не вижу. Не, вот, говорю, есть. Ребята, я увидел. Под растениями его видно. А все семионы, это те, которые я путал с фундулопанхатцами. Вот эти ребята поменьше. Он немножко стрессует под задней стеночкой. Если его посмотреть так сблизи, ну, вообще, красавца. Ну, сейчас вот в эту рыбку вообще нельзя не влюбиться. Оранжи, австралийские, да, просто заглядение. Наблюдать одно удовольствие тоже. Это они еще не в максимальном естественном размере. Сядешь, и вот можно за ними наблюдать, как они все изучают, рассматривают. Да, дети. Платисы, сейчас мы, вот он, посмотрите, сразу он как бросился, я его не увидел, красавчик. Вот второй. Смотрите, они так вверху плавают, и их не видно особо. Ну, так не замечаешь сразу. Вот это тоже я обпутал, фундула-панхакцы. Вот они побольше, они такие более помассивные. Вот эти ребята могут, конечно, пощипать кого-то. Если эти симеоны более добродушные, то эти более суровые они побольше. Тут у нас тетры, фундула-панхакцы, вот это же гарнеры, которые у меня были. Классно смотрится, красненькое. Огонь. Я, честно говоря, не знаю. Тут прячется у нас боция-клоун. Вот он. А тут у нас рыба-яголка и тетрадон фахака. Вот он, тетрадон-один. Вот там второй сидит. И вот он третий. Куматные тетрадоны вообще. Если посмотреть, у них передние зубки такие интересные. Посмотрите, как глаза шевелятся. А вон еще я его сразу не увидел. Вот он, ребята, под коряжкой лежит. Спрятался. Я не знаю, может, ему плохо, может, нет. И вот там еще один за коряжкой тоже спрятался. Но глаза у них во все стороны вертятся. Так прикольно. Рыба-иголочка. Пресловодно. Обычно мы на море, раньше ловили их. Это уже пресловодные товарищи. Такую диковинку привозят с Азии. Рядышком у нас метинисы. Это у нас тачковый, да, походу. И тоже Александра. Вот змей-голов там спрятался. Под задний фон сливается. Если бы было темно, вообще бы его не найти здесь. Это более для больших аквариумов. Это тоже такие рыбки, которые мало-мало их вообще прячутся под коряжками. Тусуются, тусуются. И тут у нас пошли губики. Вот тут они сверху стоят. что-то они тут задумались. Наверное, много народу думают, что происходит. Что происходит. Тут тоже они есть. Они прячутся. Ну, плохо. Я их через верх могу показать только. Либо через роголисник. Вот-вот. Ну, краешек, ребят. Остается только догадываться, либо подождем, пока они вылезут. Вы же понимаете, да, вот эта вся информация о рыбке и телефон. Это для удобства. Если будет интересно, то сможете позвонить человеку и заказать. Посмотрите, какая самка гупи. Реально, самка такая большая-большая пузико крупная. Гупи кобра, червоный блондин. Я надеюсь, это ихнее название, потому что не в ладнею вся информация, а табличка стоит между ними. По соседству меченосец березка довольно-таки крупный самец без меча, но крупный самочка по стоку по скоку. В принципе, обычный родной меченосцы. По соседству гупики. Жалко, плохо видно. Самец вот он, я его показываю. А вот самочка, ребенок какой. Видите, нижний плавник. У нее так и должно быть. Это ее особенность. Меченосцы тут самцов поселили, чтобы они с самками не мешались и случайно кто-то не подпортил линию. Я думаю, этого человека тоже многие знают. Но вот тут сейчас зашатаетесь. Посмотрите, какие мечики. Даже камеру она не передаст. Насколько они реально вообще классные. Я думаю, это и так понятно. Пиццелия. Конечно, живородки тоже. Вот видите, какое разнообразие цветов, красов, форм. Все это пашины. Пиццелия какая. Вот у меня такая есть в аквариуме, конечно, смотрится классно. Я думаю, эту рыбку вообще мало кто знает. Это ксенотока. Это знаете, это уже больше такие рыбки, которые если встретить их, это большая редкость. Вообще они такие, что могут и барбасу указать, где его место. Ну, вроде как Дима говорит, что эти они у него уже более прирученные и уже такие более спокойные. А так, конечно, ребятки в обиду себя не дадут. Вот Амека. Посмотрите, тоже она спряталась. Там прячется, тут прячется. Помните, когда была подготовка выставки, я показывал этих мальков, и они до сих пор здесь. Сама уже видно убрали, чтобы родители не переживали. Оставили это кто папка, мамка, я не в курсе, но кто-то один остался ухаживать за потомцем. Всех остальных убрали, а малышня уже такая начинает подальше отходить от родителей. Ну, все, до новых встреч, пока-пока.